Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Гость в студии Напомню, телефон на прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Номер ватсап 2 300 6191 Звоните нам, пишите Сегодня будем обсуждать Самые актуальные политические темы В Латвии Ну и в мире, потому что Брексит, вот вчера как раз новые появились У нас сведения о том, что происходит Но начнем, пожалуй, с внутренних новостей Вчера появились новые рейтинги партии Вы их видели? Ну, я видел В общем, что По факту у всех вполне немножко рейтингов Да Ну вот многие недоумевают Почему, в том числе, я так понимаю, что продолжают Падать рейтинги у оппозиционеров Ну, всеми в оппозиции У согласия Вот с чем вы связываете падение рейтинга? Я понимаю, что началось обсуждение бюджета Но он еще не принят Вот как вы это оцениваете? Я осторожно отношусь К опросам общественного мнения Хотя бы потому, что я с этим Как-то всегда в жизни был связан И такие колебания Не считаю очень важным, честно говоря Они могут через два месяца Как раз быть иначе Поскольку это падение Она не столь значительная Чтобы мы могли бы говорить Что это прямое Прямое какое-то Воздействие от политической ситуации В какой мы сейчас находимся А мы сейчас находимся В достаточно такой вялой ситуации Если мы посмотрим Известия каждый день Ну, и почти ничего нет Бюджет Вы что думаете, что люди читают бюджет Что они знают, что там написано Они знают несколько заголовков Которые выносятся Ну, известно, что Я по этой заголовкам Что медикам не дали Педагогам не дали Ну, точнее, дали меньше, чем обещали И так далее Вот это все же, наверное, рассказывается Все правильно Но, с другой стороны Все те, которые Остальные Которые тоже что-то получили И не так, чтобы медика не получили А остальные тоже получили А остальные все понимают Что если медикам дать То, что обещали Глупо обещать, конечно То им не достанется Им что-то отберут То есть это же всегда качель Ты же не можешь деньги придумать Ну, да И политики тоже это знают Конечно, это знают Да Так что я бы сказал, что В этом смысле Изменения в рейтингах Несущественны О том, о чем мы можем говорить В более таком Продолжительном плане Это ситуация с согласием Которая очень трудная Для партии сейчас То есть вы согласны, что там кризис, да? Там два кризиса Во-первых, там кризис Самых депутатов Которые, по-моему, потеряли Не то, что страх и совесть Но вот инстинкт самосохранения Вы имеете в виду Наверное, в Рижской думе Да, я думаю, именно А сейчас это главная площадка Кто же смотрит за то На то, что происходит Сами в этой фракции Кроме Урбановича Остальные там Повседневно работают Да, и не очень-то и заметно Урбанович, конечно Он звезда Он всегда был И всегда руководил В какой-то мере партией А то, что происходит В Рижской думе Как-то кажется Люди безответственно Идут к своему краху И Сами отказываются от власти Практически, да? Ну, в какой-то степени Они как-то цепляются Столь судорожно За разные там Преимущества Небольшие депутаты Рижской думы Что это выглядит плохо Я, например Поклонник Нынешнего мэра Но я понимаю Что у него тоже Очень трудное Трудное Время Поскольку Обе партии в связке И у него Нету большинства Он каждый раз Вынужден Маневром Каким-то Как это в России Называется Пюджетный маневр Да Но вы сказали Два кризиса Первый кризис Кризис депутатов В Рижской думе А второй Кризис Избирателей Которые потеряли Некоторые ориентиры Они потеряли Ныло И есть люди Которым Ныло Просто нравилось Во-вторых Они потеряли Какая-то часть Потеряла Доверие К партии Поскольку Ну видно Что люди Как-то брали Деньги Или транжир Скажем так Мы не можем Ни про кого Сказать Что они брали Деньги И Есть часть По-моему Русскоязычного Избирателей Который Также не очень Которым Понравилась Позиция Партии Слишком Может быть Мягкая Скажем так Которые Хотели бы Слышать Более острые Политические Заявления И в этом Смысле Я считаю Что У партии Большие проблемы И я всегда Думаю Что в таком Случае Когда на поле У кого-то Большие проблемы Может появиться Кто-то новый Вот-вот Это Всегда так Обсуждается Да Потому что на сегодняшний момент у согласия реальных конкурентов нет На сегодняшний момент На этом поле Ни по структуре Ни почему нет А насиль Еще До сих пор Это сильная организация Но Явно видно Что Там есть бунт на корабле И нету И я не уверен Что господину Урбановичу Удастся быстро Все это собрать То есть Как вам кажется Есть ли вероятность того Что согласие Так можно сказать Распадется На несколько То есть у нас уже есть фракция независимых депутатов Может быть Еще какие-то новые фракции появятся И из них вырастут какие-то новые партии Да Я считаю Что Есть большая возможность Что появится новая партия Которая опять будет ориентирована От тех же Русскоговорящих избирателей Латвии Особенно Я Честно говоря Я думаю только про Рига Я не думаю особенно про Далгопилс Где тоже большой электорат Но там нет Такого Ну кстати По поводу Далгопилса Ведь мэр Далгопилса Элксниндж Он Он как бы ходил вокруг Вот этой идеи создания Своего какого-то там Он это называл Не партии А как-то там Общественной организации Общественной организации Ты всегда так начинаешь Да Но сейчас он назначен Если я правильно понимаю Заместителем Господина Урбановича В согласии Да То есть Такая некая попытка Удержать все-таки Да Конечно И удержать И дать больше Больше политической власти Что еще делать Да Опытного Бануи Сразу смекнув Как нужно поступать Видео Да Конечно В этой ситуации Вот такой вопрос Все-таки У вас есть и политический опыт Вы неоднократно Избирались в парламент И возглавляли даже комиссию Все-таки Я понимаю Что тяжело Наверное так Сравнивать Один к одному Но тем не менее Глядя на сегодняшний парламент На сегодняшний стим Есть какая-то разница По сравнению с тем Когда вы были Многие ветераны Латвистской политики Глядят о том Что ну уже дебатов Нет таких Качественных Нет таких Не знаю Тяжеловесов Сильных личностей Как вы оцениваете Я думаю Что Есть какие-то изменения Которые не очень Прошли на пользу Нашему государству Во время Когда было Начало Пятой Шестой Семь Про которых я знаю Семь был Самодостаточный Уверенный В себе Там были сильные Личности И Семь Творил Половину Всех законопроектов То есть Он реально был Законодательным органом Да Он реально был И Притом Это были большие Законопроекты Которые проводились Я как Председатель Комитета По европейским делам Я через свои руки Пропустил Формально Как говорит Евросоюз 50 тысяч Страниц Разных Законов Которые стали Потом законами То есть Я не хочу сказать Что это Была более Творческая Работа Она тоже была Во многом Техническая Но Что отличает Сегодня От Вчера Сейчас Законопроект Которые приходят Из Правительства Это в принципе Правильно Что они приходят Из правительства Но на них Смотрят уже Как на индийских Коров Которые нельзя Трогать Что совсем Неправильно Поскольку Даже когда Министр Приносит Законопроект Говорит Ну это моя Политическая Платформа Это вы мне Там выражаете И не выражаете Вот Отношение Ко мне Ко мне Доверие Это не так Законы Пишет Кто Министр Да Он так По ночам Строчит закон Нет Это делают Чиновники У них нет Политической ориентации В таком Прямом смысле Да Их политическая ориентация Выжить Что нормально Для каждого человека Это нормально Поэтому надо Так же Относиться К этому закону В Сайме В комиссии Надо По-настоящему Смотреть на эти законы Раскладывать их По косточкам Собирать Иначе Чем превращается В машину Для голосования Да И это абсолютно неправильно Поскольку тогда Он не самодостаточный Почему надо Можно подумать Конечно Ну Люди Которые Написают закон Они более сведущие Да Они конечно Своя специальность Более сведущие Но Те люди Которые Избраны В Сайме Даже если Они глупее Чем человек Который Написал закон Они видели Жизнь С другой стороны Чиновник Не всегда Видит Всю картинку Закон Он же Вживается В Общий Так сказать Котел Законов И он Должен там Жить То есть Он должен Быть Жизнеспособным А не Абстрактным Очень многие Политики В Сайме Сейчас Говорят И в правительстве Что Большой Проблемой Ну вот Как раз Касательно Бюджету Ну и вообще Что Коалиция Из пяти Партий Это очень Непрочно Очень Неудобно Кто-то там Использовал Мучительно И так далее Как вам кажется Может быть Пришло уже Время Отказаться От этой Концепции Коалиции Оппозиции И начать И начать Рассматривать Каждый Вопрос Отдельно Без Договоренности А то У нас В одной Коалиции Консерваторы И Ну Называющие Себя Либеральной Партией Атест Ибай Парт Например Как они Будут в Коалиции Непонятно Но Они В коалиции Ну Я не знаю Такого Такого Примера Чтоб Так Это Где-то В мире Работало Да Это Иногда Работает В Парламенте Ирака Но Это Не самый Хороший Пример Там Они Делают Такие Временные Коалиции Временные Коалиции Иногда Бывают Но Это Не Метод Как Работать Для Правительства Не Временные Коалиции А Вот Скажем Приходит Закон И Партии Голосуют По Этому Закону А Не Потому Что Мы Договорились С Консерваторами Голосовать Одинаково Поэтому Сейчас Мы Проголосуем Так А В следующий Раз Они Проголосуют За Будет То же Самое Что В Рижской Дум Каждый Закон Министр Будет С Огромными Усилиями С Каждым Я Не хочу Говорить Покупать Это Не Покупается За Деньги Вы В этом Законе Вот Мы Тут Проводим Такую Линию А Мы Вам Поможем С Тем Законом В этом То Договоренности По Существу В этом И Коалиции Когда Если Есть Вопрос Который Вообще Не Можно Решить Их Не Трогают Коалиция То Да Мы Могли Перейти Скажем На Британские Методы Вот Только Одна Партия Тогда Образует Правительство Ну Иногда Если Вот Эта Система Если Мы На Цифры Переводим То Иногда Британия Руководит Партия Которая Имеет Только 15 Процентов Она Руководит Всем Коалиция Это Очень Неудобный Инструмент Он Обоюдорезкий Скажем Не Другого Да Но И Что Происходит С Коалицией Поскольку Очень Много Дебатов То Все Происходит Медленно Если Мы Посмотрим На Иностран Там Именно Такой Метод Более Медленный Более Умеренный Но Точный Более Поскольку Эти Дискуссии Проходят Между Очень Разными Группами Я Не думаю Что Это Изъян Вот Уже Это Тоже Такой Известный Сейчас Потребляющий Вопрос Что Если Не Ошибись Третий Сэм Подряд Согласие Получает Большинство Мест В парламенте Но При Этом В коалицию При этом У нас Союз Зеленых И Крестьян Которые Тоже Сейчас В оппозиции Находятся Они Как раз По последним Рейтингам Вышли На второе Место То есть У нас Две Самые Популярные Партии В стране Не входят В коалицию Это Кажется Немножко Если Не абсурдным То По крайней мере Странным Нет И не так И не сяком Коалиция Образуют Те Которые Могут Между Собой Договориться Или Которые Хотят Договориться Есть же Какие-то Причины Почему С Согласием Не хотят Сидеть В одной Лодке Ну На то Есть причины Политические Причины Мы все Примерно Знаем И Такие Причины С зелеными Которых Первый Раз Которых Ну Первый Раз Они Почти Первый Раз Вне Правительства И никто От этого Не страдает Кроме Их Самих И Почему Их Там нет Тоже Все Знают То есть Пройдет Какой-то Период Он Наверное Не очень Ей долгий Эта партия Не собирается Уничтожаться Само Не уничтожаться Абсолютно Нет То что Происходит После Реформы Муниципалитетов Возможно У них По стране Общим Будет Меньше Своих Маленьких Политиков Из которых Вырастает Похоже Так и Будет Да Но Что важно После Изменения Закона Финансирования Партий Я думаю Что это Проведет В этот раз В этом бюджете Это уже будет Будет Что будет Другие партии Смогут Делать Свои Региональные Центры То есть Партии Из рижских Партий Понемногу Станут Всегосударственными Партиями Сейчас Таких Всегосударственных Партий Очень мало Ну согласен Кстати Одно из них Да Ну 3-4 партии А тогда Почти все Смогут Сделать И там Будет Работать Люди Зарплату Получать А зарплату Партии Просто так Не платят Они значит Будут Работать Будет отделение Формировать То есть Ситуация Может быть И станет Лучше И не будет И у зеленых Вот это Для них По-моему Как раз Это достаточно А вы вообще Поддерживаете Увеличение Госфинансирования Партий Это хорошая идея Я не говорю Что это хорошая Это правильная идея Она никогда Не будет людям нравиться Ни в этом году Ни в следующем Никогда Мы за это Я за это Всегда выступал И считаю Что это очень правильно Мы не можем Говорить О коррупции И в то же самое время Не давать денег Партии Ну давайте Оставляем деньги свободные Пусть они сами Добывают деньги А как добываются деньги Идут и клянчат И за две тысячи Можно купить На один вопрос Партии Очень тривиально Я говорю И конечно Это упрощенно Но все таки Это так А если у них Есть что потерять То есть Господдержка И стабильность Какая-то То желание Идти клянчить Во-первых Меньше А во-вторых Это опасно И то что Сейчас Коалиция решила Что будет Общая Какая-то Цифра Которую Одна партия Вообще Может получить От государства Плюс Личные Деньги Пожертвования Пожертвования По-моему Это хорошо И правильно То есть Это Улучшает Систему Но это Так же Как Никому Из нас Не нравятся Радары На дорогах Но мы Понимаем Что это Нужно Нам Сами Кроме Тех Претензий Что это Понятно Что деньги Отдаются Вроде как Партии Это все Понятно Но есть Еще та Претензия Что Такое Увеличение Госфинансирования Партиям Которые Сейчас С правительством Оно Создаст Вот эту Разницу Между Новыми Партиями И старыми Партиями То есть Партиями Которые Сейчас Не в Правительстве Или еще Не созданы Могут быть Созданы В будущем Им будет Сложнее Еще Сложнее Попасть Сейчас В Саим Да Но это Всегда Так Будет То есть Это Не повод Не делать Реформ В этом Смысле То есть То что Мы Видим Посмотрим На давнее Прошлое Но все Так Если Есть Идея Хорошая Идея Она Пробивается Поскольку Она Пробивается Не через Агитацию А через Хорошую Идею В мире Таких Случаев Было Достаточно Много Мы можем Посмотреть Самый Яркий Поскольку Везде В Европе Был Это Зеленый Был Момент Когда Зеленый Вот Так Во всех Почти Странах Получили Большие Доли В парламентах И Ничего Фактически Все Основные Партии Поняли Что Зеленую Идею Надо Быстро Всем Брать И тогда У Зеленых Уже Не было Другого Поскольку Других Политических Вопросов У них Не было Ответа Не был Только Один Ответ На Один Вопрос Их Растащили Просто Вот Если Мы Говорим Чуть Не знаю Об Экономике Нет Такого Ощущения Что И правящая Коалиция Состочивая Столько На То Как Разделить Всех Удовлетворить Понемножку И никто Не думает О том Как Вообще Государство Будет Зарабатывать Деньги Потому Что Мы Понимаем Борьба С Отмыванием Средств В результате Мы Этот Бизнес Нерезидентский Банковский Погубили Этой Коровы Уже Нет Которая Худо Бедная Какой-то Доход Приносила При всех Минусах Нет Такого Ощущения Что Этих Идей Не хватает В момент Когда обсуждается Бюджет Конечно Все Только Думают Как Его Правильно Распределить Или Так Как Всем Нравится Ну По-разному Да Это Нормально Что Сейчас Это Так А Ну После Принятия Бюджета Конечно Надо Смотреть Уже Дальше И Как Деньги Делается Вот Мы Можем Быть Правые Левые Разные Но Все Так Мы Наверное Сойдемся Все На Том Что Мотор И Тут К сожалению У нас Не очень Хорошая Ситуация То есть Она Я всегда Защищал Нашу экономику И говорил Что она Развивается Она и Развивается Но Если Посмотришь Что рядом Литва Нас начинает Обгонять Понятно Что она Развивается А Эстония Уже Обогнала Да Ну Эстония Это уже Так Как Априв Да Ну Эстонцы Сфин Северная Уже Да Уже Да А тут Оказывается Нас Уже Поджимает И Обгоняет На Повороте Литва А мы Всегда Думали Что Мы Более Лучше Там Еще Что Такое Всегда Люди Успокаивают Каким То Образом А Экономика Литвы Она Вот Уже Третий Год Хорошо Развивается Хорошо Лучше Чем Наш Они Еще Нас Не Обогнали Но Все Таки Структура Экономики Их Лучше Там Выше Конкуренция Там Нету Картелей Я Сейчас Одним Своим Хорошим Приятелем Мы Долго Об этом Говорили К Сожалению Хотя Возьмем Тоже Банковский Сектор У Нас Жен Недоразвит Да За Небольшие Но Честные Деньги Тут Впустили Я Очень Извиняю Шушером Тех Которых Не пускают В других Местах Где Они Не могли Банк Создать Да Они Тут Отмобали Деньги Все Это Знали Что Это Не знал Надиратели Это Не знали Да Нет Очевидно Не хотели Это Знать Не хотели Видеть Опять Очень Есть повод Думать Почему Они Не хотели Все Это Видеть В результате У нас Сейчас Два С половиной Банков И Еще Из маленьких Что-то Осталось Но Это Несущественно У нас Нет Банковской Конкуренции У нас Почти Невозможно То есть У нас Очень Трудно Получить Кредит А иногда Сейчас Уже Латвийские Компании Счет Не могут Открыть В Латвии Есть Разные Такие Вещи И тут Уж Ничего Опять Я не хочу Сказать Что я Что-то Могу Знать Я знаю Насчет Коррупции В банковской Системе Или В надзорной Системе Но То Что У нас Тут Нет Ни одного Нормального Немецкого Банка Было бы Хорошо Если Были Американские Банки Поскольку Американские Деньги Приходят Там Где Есть Американские Банки Если Мы Посмотрим У нас В регионе Одна Страна В которой Есть Ситибанк Которая Это Использует В которой Есть Американские Достаточно Большие Вложения Отличное Отношение С Американцами Уже По Другой Причине Это Польша И Она Лидер Сейчас Лидер Нашего Региона Несомненно Но У нас Есть Акционеры Американские Там Цитадел Лумино Да Но Это Они Не Банки Это Совсем Что Другое Они Продавцы Но Они Рано Или Поздно Это Все Продаст Это Инвестиционные Деньги Это Совсем Другая Задача Но Небольшой Секрет Но Все Так Тогда Когда Уже Эпопея С Продажи Цитадела Была На Рельсах До Заключения Конкурса Осталось Это Мне По Доверенности Рассказали Позвонили Из Ситибанка А там Ребята Знают Свою цену Сказали Цену Которую Они Готовы Платить За Цитадел Намного Меньше Явно Меньше Но Это Ситибанк Если И Те Которые Понимают В экономике Знают Что Это Стало Бы Очень Важным Привлекательным Для Инвесторов Поскольку Ситибанк Это Ну Так В Общепринятом Мировом Масштабе Мы Почему Посчитали Что Мы Не Можем Это Делать Общество Нас Не Поймет Да Поскольку Общество Очень Часто Что Недопонимает Там Ничего Не Поделать Я Скажу Еще Один Пример В 91 По-моему Мы В Правительство Обсуждали То Что Самсунг Хочет Купить В Было Дело Да За Один Доллар Мы Не Могли Наш Самый Хороший Завод За Один Доллар И Что Сейчас Офисный Центр Страшное Дело Да Если Мы Тогда Продали За Один Доллар И Тут Была Производство Самсунг Все Равно Чего Холодильник Или Телефон У Нас Было Производство В котором По-любому Смотрите Как Хотите Создается Вещи Более Бабочная Стоимость Выше Чем Офисный Центр Объясните Почему Тогда Мы О этом Серьезно Не Начали Даже Говорить Поскольку Мы Не Могли Объяснить Обществу Опять Кто-то Там Заработал Кто-то Там Левые Деньги Взял И Так Далее Есть Проблемы Такие Телефон 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 Прямого Эфира Номер Ватсап 2 3 0 6 1 91 У Нас В гостях Журналист И политолог Эдвин Инкенс Мы Обсуждаем Актуальные Политические Вопросы Темы Так что Задавайте Свои Какие-то Вопросы Или Комментарии Если У вас Таковые Есть Вот Такой Вопрос Может быть Актуальный По крайней мере Для наших Радиослушателей Это конечно Ситуация Можно ее называть По-разному Права Нацменьшинства Русскоязычные Как хотите Ну Казалось бы Основные Законы Приняты Еще в 90-е Годы И должна была Ситуация Худо-бедно Как-то Устаканиться И какой-то Процесс Я не люблю Это слово Но какой-то Не знаю Процесс Консолидации Общества Интеграции Да Происходить Ну мы видим Что По крайней мере В этом парламенте Тоже такое ощущение Что опять Такие вот Такие радикальные Тенденции Берут вверх Я понимаю Что ТБ Весу Латвии Сревнуется С новыми Консерваторами Наоборот Кто там Самый Настоящий Крепкий Вот Националист Вот Как вы это Объясняете Казалось бы На дворе 2019 год Другие проблемы Вообще Другая ситуация Ну По-моему Это объяснить Можно Не так уж и Сложно Во-первых Конечно Всегда В любом Обществе Есть Конечные Политические Фланги Правые Левые Радикальные Правые Левые Да И там У нас Это не правые Не левые Поскольку это Не соответствует У нас Те которые Хотят Получить Голоса Радикальных Русскоязычных Скажем так И вот Радикальных Латыши Эта часть Общества Будет Существовать Наверное Долго Они Везде Нет Такого Места Где их Не было И Не в них Вопрос Вопрос В центре Что там Происходит Я думаю Что самое Главное Что мы Может быть Недопонимаем Эти вещи Происходят Через два Поколения Не будет Раньше Молодежь Молодежь Сегодня Я смотрю На своего сына И его друзей Там Половина Того О чем Заботилось Мое поколение Уже нет Они даже Не знают Что это Зачем это И там Там не происходит Консолидация Они просто Живут С другими Идеями Важные Другие идеи А эти Которые Которые Создали Отмот Несомненно Они Менее Важны Сейчас Житейские Вещи Они Не делятся По национальности То есть Когда поколение Вашего сына Придет К власти И у него Уже будет Его сыновья Которые Захотят Жить В хорошем Обществе Мирном Гармоничном Ну Насколько Это вообще Возможно Да Тогда это Рассосется У всех И у русских И у латышей И всех остальных Давайте Будем Принимать Звонки Наденьте Пожалуйста Наушники Чтобы услышать Доброе утро Слушаем вас Пожалуйста Доброе утро Да Пожалуйста Скажите пожалуйста А что Такого Страшного Произойдет Эти деньги На образование На медицину Взять Из военного Бюджета Неужто Катастрофа Произойдет Тут же Россия Нападет Раз Уменьшен Военный Бюджет Он по-моему И так Совершенно Тумасшедший Спасибо большое Часто 2 процента 2 процента От ВВП Должен быть По договоренности С НАТО Но что будет Если мы Эту договоренность Нарушим Ну Как раз Сейчас Это самое Плохое Время Для такой Идей Потому что У нас Появился Вместо Мирового Жандарма Мировой Охранник Госпетин Трамп Сейчас Только за Деньги Будет Всех Охранять Через год Уже Великая Вероятность Что его Не будет В Белом Доме Ну Факт Я как-то Так не думаю Я думаю Что Великая Вероятность Что он Там Останется Посмотрим Что Произойдет С импичментом Он Наверное Не состоится Как импичмент Сколько Он через Сенат Не пройдет Но Это все-таки Появляет На Избирателей И Там Не за Между Сторонниками И противниками Трампа Нет Это борьба За тех Которые Не решили И Сейчас Обмазать Трампа Всем Что Возможно Это Как раз Борьба За Те 5-10 Процентов Которые Не решили Ну Хорошо Если Мы Вот Заберем У военного Бюджета Деньги Вчера Господин Лукашенко Когда Мы спросили Что Он Будет Отвечать На То Что Американские Танки Появились Его границы Он сказал Ничего Но Мы Военные Люди Пример Нет Слово К слову И Для нас Самое Главное Чтобы Противник Знал Что Он Получит Такой Урон Из-за которого Нет смысла Нападать Это Такая Тактика В нашем Регион НАТО Мы Можем По своим Политическим Каким-то Убеждениям По тому Как мы Думаем И смотрим На мир Мы Можем Считать Что Россия Никогда Ни на Кого Не нападет Но Большая Часть Не то Что Жители Латвии Это Даже В этой Ситуации Не очень Важно А Людей Которые Знают Вещи Которые Работают В том Женат Они Понимают Что Ни Одно Другой Государство Кроме России В этом Регион Не может Начать Агрессию Если Вы Посмотрите На Концентрацию Российских Сил У Границ И Калининград Они Более Чем По Людскому Ресурсу Более Чем Десять Кратно Провышают То Что Имеет НАТО Скажем Балтии И В Польше И По Технику Там Было Почти Двадцать Раз То Есть Абсолютно Несопоставимо И Непонятно Зачем Ну Зачем Но Ведь Как Можно Меня Вся Вопрос Интересовал Потому Что Да Есть У нас Пример Украины Пять Лет Назад Произошел Этот Кризис Крым Все Понятно Но Украина Не Была Членом НАТО Если Россия Введет Войска На Территорию Страны Члены НАТО Это Будет Прямой Так и На НАТО Куда Кроме Таких Не самых Сильных Военных Стран Как Латвия Литва Эстония Но Туда Входят Ядерные Державы США Великобритания Франция И Нападать Одной Ядерной Державе Нападать Другой Ядерной Державе Это Взаимное Уничтожение Разве Не Это Останавливает Собственно Даже Мысли Об этом Нет Потому Что Ядерная Сила Любая Страна И Россия И Великобритания Франция И Соединенные Штаты Будет Это Самое Последнее Это Перед Проигрышем То Что Происходит Сейчас С Вооружением То Создание Маломощных Точечных Ядерных Оружий Это Может Поменять Конечно Но Такие Ядерные Силы Которые Могли Бы Применяться Как раз На фронтах Они Уже Существуют Какое-то В Артиллерии Дальнобойная Так что Это Тоже Не Очень Ново Ситуация Ну Если Мы Посмотрим Чисто Исторически 14 Год До 14 Года То То есть До Крыма Но В начале 14 Года Еще Ничего Крыма Не Предвещало Американцы Увели Последние Танки Из Европы Перед тем Во время Холодной Войны Тут Стояли Две Огромные Танковые Армии Друг Против Друг Американцы Свои Танки Все Убрали Поскольку Не Было Смысла Их Тут Держать Ну Зачем Европе Надо Было Танки Если Тут Никто Не Собирался Воевать Сейчас Американские Танки Возвращаются Это только Потому Что Существует Украина Только Потому Что Ответ России На Грузинские Глупости Было Неадекватным Было Просто Намного Превосходило То Что Надо Было Это Вы Про 2008 Сейчас Вы Да И Если Мы Так Смотрим Опять Если Мы Посмотрим На Абхазия Это Кто Делает Это НАТО Делает Нет Россия Сейчас Занимается Геополитикой Занимается Очень Грамотно Хорошо С успехами Несомненными Ну Сирия Это Один Из Успехов Но Мы Может Что Похожее Увидим Также В Ливане Не В Ливане А В Ливии Сейчас Вся Эта Африканская История Которая По-моему Будет Кончиться Иначе Немножко Но Не Важно Мы Не Можем Се Чувствовать Полной Безопасности И Мы Вынуждены Покупать За Эти Два Процента Эту Ситуацию Это Чувство Безопасности Опять Мы Не Знаем Что Господин Трамп Выдумает Он Непредсказуем И Когда Его Избрали Первое Что Все На него Давили Скажите Что Пятый Пункт Еще Работает Он Сквозь зубы Это Сказал Но Это Абсолютно Не Значит Что Он Так Думает Тут Тут Есть Проблема И Потому Уменьшать Военный Бюджет Я Б Если Я Был Пример Ни В коем Случа Но Опять Таким Предположим Мы Это Сделали Опасность Чего Что НАТО Выгонит Латвию С состава И Тогда Мы Будем Один На Один За Россией Ведь Есть Одна Из Первых Кто Это Сделала Скажем Так Мы Префронтовое Государство Для Нас Это Более Важно Чем Для Других Посмотрите На Другие Префронтовые Государства Литва Эстония Финляндия Финляндия Тоже Се Чувствовать Не Очень У У Них Еще Хуже Ситуация Они Не В НАТО Еще Один Звонок Давайте Примем Звонок Добрый День Слушаем Вас Удобое Утро Еще Пока Вы Знаете Какая Вещь Вот Я Коснусь Первого Начала Вашего Вступления Выбора Согласия Я Быстенько Скажу Так Вот Я Был Немолодым Очень Немолодым Человеком 14 лет Назадал На гражданство Специально Чтобы Голосовать Для Согласия Специально Честно И Все Эти Годы Исправно Голосовал Вот Последний Год Вот Эти Последние Выборы Я Не Стал Голосовать За Согласия И Пока Там Не Пройдут Какие Перемены Которые Я Увижу Реальные Перемены А не Декорация Я Голосовать Не Стану И Всем Своим Друзям Посоветую Не Голосовать А Что Теперь Касается Того Что У нас Было Было Производство Там Если Бы Там Как Вы Говорили Господин Линькин Так Вот Есть Такой Кир Флипман Который Несколько Раз Давал Интервью Который Нам Сказал Я Приходил Год Мальчу Говорил Что Ты Делаешь Зачем Разрушать Промышленность Мы Страна Светскохозяйственная Так Вот Кир Флипман Говорит И Нам Это Все Не Надо Мы Будем Кормить Европу Спасибо Большое Такая Реплика Да Много Мифа Было Да В 90 Горе Вот То Что Абсолютно Не Согласен Что Годман Когда Мог Подумать О том Что Сельское Хозяйство Может Поднять Государ Это Невозможно Нигде Не знаю Может В Сахаре Если Вдруг Там Пшеница Появится Нет Это Не так Господин Липманс Что-то Неправильно Слышал Он И Впрям Годманс Достаточно Находил Почему Разрушилась Та Промышленность Которая Тут Была Я думаю Не надо Объяснять Мы Это Уже Как-то Все Проходили Не Может Существовать То Что Неконкуренто Способно Насчет Да Ну По-моему Очень Такое Мнение Насчет Согласия Я думаю Что Она Достаточно Распространенная Мы Не Спросили Господин За кого Он Голосовал Это Даже Не Так Важно Может Вообще Не за кого Кстати Может Не за кого Такой Тоже Вариант Есть Я Не очень Понимаю Насколько Глубинные Изменения Хочет Голосовать Человек Который Голосовал Как Господин За согласие Хотят ли Они Структурные Преобразования В партии Политические Другие Лозунги Или Что Очень Важно Поверили Ли Эти Избиратели Что Партия Была Нечиста На руку И тут Опять Две Возможно Ну Негодяи Но Наш Очень Распространено В политике Но Если Люди Голосовали За Согласие Говорят Нет Даже Наши Негодяи Не должны Быть Нечисты На руку То Это Очень Крутой Поворот И Тогда Партии Плохо Будет Ее Перспектива Там Еще Один Момент Есть Наверное Что Важно Для Избирателя Согласия Возможно Кроме Тех Перемен И Приведения В паре Борьбы С этими Проявлениями Которые Были В Левушевской Думе Еще Одна Проблема Связана С тем Что Мы Понимаем Что Согласие В меньшинстве В оппозиции В Сейме И Она На многие Вопросы Никак Не может Повлиять Возможно Избиратель Разочарован Тем Что Согласие Молча Мирится Ситуация Ну Что Мы Можем Делать Мы Там Есть Школьная Реформа Это Отдельная Тема Мы Не Согласны Мы Кнопочки Нажали Это Все Что Мы Можем Сделать Видимо Избиратели С такой Позиции Не Согласны Не Смысль Даже Сказал Что Надо Признаться Честно Мы Эти Школы Сдали Вот Так Он Вышел И Сказал С трибуны Да Хочу Напомнить Что Были Ситуации Когда Согласие Уже Почти Было В Правительстве Да Презавис Совсем Близко Там Вы Уже С танками Да Я Не думаю Что Наша Ситуация Политическая Что Это То Что Происходит Нормально При Всем Стране И Если Бо У Саска Не Был Бо Коалиционный Договор О Сотрудничестве С Коалицией По Каким То Отдельным Вопрос Так Что Вот Именно Вот Это Не Входя В Коалицию Согласие По Каким То Согласие С Согласием По Каким То Вопрос Это Полностью Возможно А За Это Ну Один Пост Министр Скажем Я Знаю Что Это Трудно Но Это Возможно Если Вот Нынешняя Коалиция Которая Такое Было В истории Власти И Сейчас Коалиция Нестабильна Поскольку Там Не Только Соревнования Кто Больше Национально Красив Потому Что Есть Реальные Проблемы Может Скоро Один Министр Потеряет Доверие Потому Что Он Суд Проиграет И Тогда Выглядит Что Министр Который Защищает Вроде Правовое Государство Сам Не По Правовому Принципу Это Действует Да Еще Есть Один Вариант Который Я Не знаю Как На Референдум Или Как Но В Какое-то Время В Латвии Перед Войной Конечно Было Правило Что Мэр Ригин И Неважно Кто Как Как У него Фамилия Он Сидит На Правах Министр В заседаниях Правительства И это Очень Правильно Поскольку В Риге Концентрирована Основная Часть Экономик Латвии Больше Больше Половины ВВП Да Он Не менее Важен Чем Министр Экономики То есть Есть решение Если Хочется Да Но Я Даже От Согласия Не Слышу Никаких Таких Предложений То есть Вот Это То Что Они Могли Делать Пробивать Не Сразу Не Сразу Это Надо Кому Делать Считать Что Те Которые Сейчас В Коалиции Что Они Думают Ну Как Мы У нас В гостях Был Журналист Политолог Эдвин Инкенс